Всем пиз! 48 выпуск рубрики Best Replace. Как обычно на своем месте, субботний денечек, самое время смотреть Warcraft какого-то совершенно поднебесного уровня или какого-то совершенно поднебесного сюжета. С вами Банни Вурс от goodgame.ru, бла-бла-бла и все остальные формальные слова. У нас возрождается предигровая рубрика благодарности донатерам, поскольку они снова появились после перерыва. Итак, воздадим же должное нашим инвесторам. Николай Сатаев, 91 рубль в нас вложил. Это серьезная, ликвидная, я считаю, инвестиция, которая обязательно окупится. И не один раз, по крайней мере, позитивными эмоциями. Не играл в ВЦ3, вот такой вот аккаунт у джентльмена. Соточку скинул на пивко. Спасибо, мы пиво не пьем, но соточку обязательно, обязательно применим в каком-нибудь абсолютно рациональном и нужном направлении. Чедда, 111 рублей, сморс за орду, сморс, сморс, не знаю, что это за орковский сленг, я его не понимаю, но спасибо. Инвестировал также 120 рублей Владимир Владимирович, спасибо огромное, Владимир Владимирович. Чувствую, что о нас начало заботиться государство. Немножко, конечно, тревожно после этого, но, надеемся, не закроют за экстремизм хотя бы. Мой первый донат в жизни уходит к вам, написал он, освоим, обязательно освоим, Владимир Владимирович. И Николай Сатаев еще 47 рублей докинул, видимо, подумав, что 91 рубля нам не хватит. Спасибо, Коля, теперь жизнь наладится. В общем, огромное спасибо всем, кто поддерживает рубрику рублем или копеечкой. Самое главное, что вы у нас есть, и нам очень приятно, что мы им нравимся. Мы нравимся до такой степени, что кто-то даже раскошеливается. Это помогает рубрике жить и развиваться. Ну, а мы движемся вперед. Итак, 48 выпуск, приступаем к игре. Итак, граждане, схлестнутся на Секрет Вэлли. Следующие джентльмены, некто Акслав, представляющий объединенный альянс, практически касту, против Дембеля. Ну, у него так звучит ник, ДНБ, не знаю, почти Дембель, если бы на слово Дембель написал безграмотный человек. То есть Дембель через Н, Николай. Короче, Дембельнувшийся Орг, который возвращается в Варкрафт и великолепный Хуман Акслав. Акслав, я напоминаю, олдскульный, очень креативный джентльмен, который постоянно славился изобретательными, изощренными стратегиями против абсолютно всех. Он играл в ладдере, он пару-тройку раз изобрел очень именитых мастодонтов этими стратегиями. В общем, у него есть определенная коллекция скальпов в шкафу скальпов сильных и иногда даже элитных игроков Варкрафт. Но к ним вряд ли относится Орг ДНБ, тем не менее, Акслав вообще все равно, кого удивлять и расстраивать своими стратегиями. Сейчас он будет расстраивать ДНБ. Ну, как мы видим, начинаем с Казарм, это будет нейтральный герой. Лесопилка, помню я такой старый билд за Хуманов, по-моему, его Скай придумал, может кто-то еще, но Скай точно применял. Одно время прям китайские Хумы на этим баловались. Лесопилка быстрая. Не помню, в чем там была его суть, но, в общем, там, по-моему, для фастгрейда это все делалось. Фастгрейд на Тир-2, но они без Казарм, кажется, играли. Или без алтаря. В общем, не будем вдаваться в эти исторические детали. Архаичные. А будем смотреть за развитием событий. Ну, вот она, лесопилка. Зачем нужна лесопилка, в принципе? Ну, конечно, чтобы с меньшим количеством рабочих, которые быстрее носят свой лес к нужному объекту, запустить Грейд на Тир-2. Такие дела. Футмен, конечно, догонит этого рабочего. Пион обречен, и первую кровь пустит. Зеленокожим. Опа. Ну вот. Ну да. Ну, конечно. А вы как думали? Это Акслав, ребята. Он вот так играет. Итак, Акслав... Знаете, вот у меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, мне кажется, что я такое уже видел. И, по-моему, тоже в исполнении то ли Акслава, то ли Angry Korea Man. Акслава, когда Хуман, помните, на Secret Valley с нейтральным героем побежал в Fast Expand. И, а, за орка там играл, кажется, то ли хот, то ли еще какой-то сильный игрок. Из селебрит, из варкрафтерских. Да, но здесь не будет Fast Expand. Здесь, в общем, бегает очень толстый и страшный Питлорд. И пока они играют на переданки с Блэйдмастером. Причем, на удивление, Питлорд преуспел в этом своем занятии. Войска вступили в бой. Не может Блэйд догнать толстого, четырехногого. Не знаю уж, кто он там. Коня, лося. Хуман в это время отдаленно крепится. Гранд пытается помочь, но я пока не уверен, что он кого-то добил. Правда, Морлоки с ядом потравили тут много народу. Да, Питлорд все добил. Он получил, видите, почти второй левел на этом. Точнее, не Питлорд добился. Питлорд вообще халявщик. Пока там футмены ломят спину на производстве Экспириенса. Питлорд прохлаждается в магазинов. Экспириенса заходит за сапогами. Девайс и самый толстый, кто-то гнул, достанется Блэйду. Ну и, соответственно, дембелю. Пытается запутать Экспириенса. Два футмена бегут на лечение. Экспириенса пытается запутать своего соперника. Самый главный вопрос в том, что он задумал дальше. Питлорд Питлордом. Ну, что имеет Питлорд у него? Во-первых, он очень толстый. Его так просто не зафокусишь. Во-вторых, у него есть заливка, которая... Войска отступили в бой. Не вижу я, чтобы было сильно полезно против орка. Разве что при застройке. Да, это очень ситуативно. Также у него есть сплэш, который он, кажется, взял. Вот зеленая жижа, которая разлетается от меча Питлорда. Или это не меч, а какая-то пика с двумя наконечниками. Вот это и есть пассивка, по-моему. Которая дает сплэш ему. И третий спелл это Крик, который... Может быть, он возьмет, кстати, Крик. Крик, который у всех юнитов снимает силу атаки. Абсолютно у всех, в том числе и у героев. Вот Крик, наверное, против орка был бы даже пополезней. Ну, посмотрим. Минусы Питлорда очевидны. Дело в том, что он... Да, тут вышку даже на случай, если орка захочет идти агрессивно, построил Акслав. И он, кажется, побежит не на застройку, а экспант ставить налево. Боже мой. Тем временем ДНБ потерял. Потерял из виду своего визави. И сейчас не может его найти. Здесь на экспанде его нет. Разведки у орка нет. Орк не знает, где оппонент. Ну, собственно, бежит в разведку боем. И сейчас его не найдет на базе. Вот как Акслав успел умудриться? Да, вот он. Вот он, этот спелл, который снимает дамаг у всех юнитов в округе. Но, кажется, орк догадывается, он видел футмена или нет. Он бежит... Куда ты бежишь? На зеленую? Нет, он ничего не видел. Он бежит на зеленую точку. И там тоже нету хумана. А тут еще Tomb of Experience выпадает. Найс. Вот это, конечно, аркада. Если бы орк здесь его принял, то, конечно, был бы ГГ. Гранты бегут мимо. Они даже не догадываются, что Акслав может позариться на жирную красную точку. Хотя, есть такая страта. Есть даже такой криппинг от хуманов. Есть такой билдодер, когда... Ой, ужасный девайс. Ну, хрустальный шар там на продаже, я думаю. Хотя, ну, можно Блэдмастера просветить. Но это, вы знаете, там слишком большой кулдаун. Да-да-да. И вот он экспант. Орк, тем временем, понятия не имеет, где хуман. И он даже не догадался прочекать эту точку. Короче говоря, я тоже как-то помню, тренил этот билдодер, но на Тартл-Рок. Нужно тоже было бежать на красную точку, там, с 5-6 футменом и с 10 рабочими. Пытаться ее закрепить с архимагом. Конечно, если удается, если тебя противник не заметил, то это ГГ. Вот как в этом случае. Потому что ты получаешь сразу почти 4-й левел. Ну, 3-й левел гарантированно, там, без томных экспириенс. Ты ставишь экспант, который никто не харассит. И дальше жизнь налаживается. А что у нас, кстати, по ресурсам у Акслава? Хватит ли ему денег на перчатки скорости? Ну, может быть, в совокупности с сплэшем от Питлорда, это не самый плохой девайс. Хотя все это чушь, конечно. Ему нужна... И вот, честно, это один из тех юнитов, из тех героев, которому зашли бы кольца. Кольца одни из самых бесполезных, наверное, итемов в игре Warcraft. Но вот здесь один из тот исключительных случаев, когда Стрэнджевику бы они прекрасно помогли. Отличная застройка вышками. Блэдмастер не может пройти к рабочим. И Орк, наконец, обнаруживает Хумана, но вышки достроились. Прекрасно, Криком снова снимает атаку Питлорд. И у Хумана есть лес. Самое главное, есть лес. Да, действует Крик. Все правильно, Аспирант. Да, это работает. В общем, Орк сейчас встает перед дилеммой. В общем, Хуман его не застраивал. Хуман поставил экспанд. Не то, чтобы уж очень быстрый экспанд, но он поставил. А у Орка стандартный тир-2 набор юнитов. И герой, которого нужно качать. Шедоу Хантера нужно раскачать до третьего, прежде чем предпринимать какие-либо штурмы. Хуман же может, сейчас защитив экспанд, может нажать тир-2. Тир-3, застроившись правильно вышками, пытаться разводить Орка, ну и выйти в какие-то технологичные юнитуры. Орк тоже может побыстро сейчас тир-3 нажать и попробовать экспанд ответный поставить через шкатулку. Но это слишком долго. Питлорд, между прочим, уже почти, да, он там чего-то не понравился ему девайс. Пошел во своя семья. Или, видимо, рукавицы Огра. Не знаю, мне кажется, нужно в магазине шар продавать. Нафиг. Уж просветка эта полезнее. Ну, в плане, по деньгам намного, конечно, лучше выходит. Ой! Ой! Толстый-то не прошел ворота. Ёлы-палы, но... Так, да, ну, персоналчик, конечно, уже мгновенно куплено. Все правильно. Так, а что нам здесь выпало? Рукавицы Огра. Вижу. Ну, в общем, 1100 хп. Цирк-клеточка. Еще классный эвэйжен, по-моему, да? Это пассивка, которая еще дольше продлевает жизнь Пит-Лорда. Делайте, вот он танковый, потому что это пассивка Демонхантера на промах. Отлично. Пит-Лорд может танковать. Бесконечно. Жалко, его хилить некому. ДК нигде не купишь, не в таверне. Ну, здесь бы подружиться с каким-нибудь андедом срочно, но на этой карте андеды пока не высаживались. Ну, чтобы он кайлами захиливал Пит-Лорда. Ладно, будем жить и так. Задача Орка сейчас быстро раскрепить третьего Шидоу Хантера. И, наверное, Блэйд сейчас должен оставить его в одиночестве, не мешать, не делить с ним опыт. А тут еще Хумен приходит очень вовремя, отвлекает все по нормам. У Футманов должны быть к этому моменту щиты, 100%. Отлично, можно окружить Райдера. Ой, а как ты оттуда? Как ты там? Как он оттуда? Я не понял, как он там появился, честно говоря. Эффект был таков, что Пит-Лорд материализовался из воздуха на ровном месте. Ну ладно, Акслав очень наглый человек, как мы видим. Он все еще стихнет на тир-1 и ставит второй экспанд. Ну, это уже, мне кажется, перебор. Мне кажется, это уже перебор, потому что сейчас Орк с третьим Шидоу Хантером может действительно... Там, ну, нечем Хумену обороняться. На... Да даже на экспанде на красной точке вышки лучше слагают. Они ничем не прикрыты. Сейчас Райдеры просто подбегут под эмпатией, под лечением Шидоу Хантера. Его просто вбреют. Основания поставить первый экспанд были. А вот Орк тоже закладывает свой. Он, видимо, не нажимал, по-моему, тер-3. Здесь заблудились рабочие. Или они хотели ставить третий экспанд у Хумена, я не знаю, но... Вполне возможно. Раскрыли Орочью нычку. Ну, Блэдмастер должен сейчас отдельно бегать и наказывать таких футменов. В то время как Шидоу Хантер должен получить третий левел. Большой инвул. Мы видим очень толстый пиклор. 1150 хп, но армора маловато. Соответственно, его можно именно физической атакой уничтожить. Конечно, толстые герои хороши против Нюка. Но вот против Блэдмастера это все не работает. Потому что армора почти нет и... Атаки, криты, все заходят. А здесь вышки строятся. Ёшкин дрын, это что такое? Это что такое? Ну, я понял. У Акслава в этой игре будет только один юнит. Его называется Башня. Это Тоддовский стайл. Акслав, видимо, поняв, что кроме футменов в казарме строить некого на тир-1, он даже не знает, как развиваться до тир-2, до тир-3 у хуманов. Он просто решил, что футмены бесполезны, а вот этот юнит под названием Вышка, он хорош. Во-первых, не ест, не просит есть. Во-вторых, очень быстро и мощно стреляет. Единственный минус, он не двигается. Но ничего, думаю, Акслав. У меня три экспанда, и я смогу настроить их вышек на всю карту. Одна проблема, нужно произвести мелиорацию и осушение местных водоемов, потому что на воде вышки хуманские не стоят, подмывает бетон. Ну Акслав, безусловно, угорает в этой игре, потому что... Не пытайтесь такое повторить в ладере. Ой, здесь как много вышек. Играть, наверное, на масонере, наверное, имеется. Там тир-2 у него, что ли? Да, орк явно растерялся, он не понимает, что делать. Ему бы сейчас нужно две лесопилки. Да, да, тир-2, все правильно. Орк ответил невнятно. Он поставил нычку закрепляющую, но мне кажется, что это неправильно. Ему нужно было бы просто пропушить. У него сейчас все есть. Это вот, кстати, штука диспелиться. Нужно диспелить. Почему я знаю, что она диспелится? Я помню, Хэппи специально так играл. Ну, катапульт добавь и пробрей. Просто добавь катапульт и пробрей. Акслава, тут ничего сложного нет. Хэппи так играл. Он брал Питлорда, третьим героем, с криком. И делал крик исключительно для того, чтобы диспелить собственный спелл своими же Дестройерами. Ну, сами понимаете, для чего, да? Для добычи Дестройером маны. Восполнялась мана и Дестройера били с плэшем. Вот, мысль верная. Катапульта, хорошо, отлично. Орг решает защитить нычку, но не знаю. А, тут еще один эксп. А-а-а! О, как! Орг тоже решает играть в макру. Ну, не знаю. А не боишься, что тебя закатают какими-нибудь танками? Хотя танки против орка так себе идея, поскольку райдеры их отлично выносят. Там сетка-сетка и райдеры по ним бьют с бонусом. Так, а здесь, да, здесь именно на танке делается игре. Здесь будут танки, судя по всему, против орка. Ну, сомнительное решение. Так, Слава, я понимаю, он игрок... Такой затейливый. Арт-стайл. Ой, ой, а здесь Петлорта может не уйти, кроме, да, а жмет ТП, потому что тут сетка, сетка, сетка. Выходить не стоит. Может быть, купить инвиз где-то? Ну, это все бред. Петлорд без заливки вообще не харасит. Здесь вышки. Ну да, вышку нужно убивать. С Теплс, он не знаю, или намеренно к крепости, либо это автоматически, автоматическая функция ТП-шит героя к самому грейженому мейну. После двойного щелчка. Так. Я думаю, что пионы уже побыкли с тем, что их предводитель, их флагман, в общем-то, представляет андетскую расу. Там три косаря бабла уже на руках у Акслава. Да, жесть. С танками можно разводить до бесконечности. Но, с другой стороны, у орка тоже есть чем ответить на танки. Во-первых, там по одной-две катапульты на каждую. Да, здесь застраивают в тихушку короче и экспант. Нужны вышки с бетоном. Вышки с бетоном, кстати, есть. Вышки у Хумана стреляют сменьшенную. Энжим чем орка, соответственно, застроятся вышками. Ну и... Ну хотя там танки, мортиры. Блин, нет. А, это не танки, это мортиры. Нет, ну для Блэйдмастера просто легкая добыча. Правда, здесь вышки. Не, ну Блэйдмастер, конечно. Да, критами разваливает легко. Четвертый левел получил. Отлично. И чем отвечает против урочек кат? Ну сейчас будет перестрелка. Мортиры против катапульт. А тем временем вышка не даст ничего другого построить. Нужно еще одну, наверное, чуть повыше сделать. Хотя... Ну, вышка Хумана тоже не достреливает до урочевого мейна. Поэтому можно успокоиться. Войска вступили в бой. За свой экспант. Вышка есть. И это самое важное. Грифоны. Да, это не будет танки. Ну правильно, танки против форка. Это так себе идея. А вот грифоны с тремя грейдами на атаку. С тремя грейдами на армор. Да с криком Питлорда. Ух! Смачно зайдут. Плюс Петя, видимо, собрался в Солягу играть без напарника. Хочет получить чистой левел. И показать всем ультимейт. Давненько мы не видели ультимейт Питлорда. О, как мы ката на муве роскошно отдаем. Это, да, это отличный контроль от форка. Хилочка прошла. Третьего левела Шедоу Хантер. Ну как так можно катапульты-то неаккуратно вести? Да, а вот мейн-то пострадает сейчас. Все верно, но как только орк отошел от своего экспанда, тут же пострадал и он тоже. Ладно, разменчик. Здесь вселенская перестрелка от двух вышек. Одной из самых привлекательных занятий в игре. Так, слушай, а что ты убегаешь-то? Ой, зря он тэплс. И тут же вышки от хуманов. Да, Кислав Рокли по полной программе. Но он здесь просто быстрее, чем орк соображает. И быстрее действует. Минус два юнита. Асгалор уверенно движется к своему шестому. Хилочка должна быть. Ох, как достается-то спиритволкером от Мортир, у которых, судя по всему, еще и картечь появилась. Но, с другой стороны, Блэйд лупит тоже не меньше. О, Эдкат тоже достается. Какой же лютый замес, какое лечение прекрасное там на всех легло. Попытка окружить. Кстати, Питлорд может здесь не выйти. Какие же битые, битые Мортиры. Да, здесь должен лечь. Но у орка есть все-таки боеспособная армия. Интересно, есть еще немножечко... Да, все, минус Питлорд, конечно. Есть еще на хил у Шэдоу Хантера или нет? Хил, хил, хил. Не, ну я ставлю на орка в этом сражении. Конечно, Акслав молодец. Сейчас воздадим ему должное за абстракционизм в игровом стиле. Прекрасный выбор стратегии. Великолепное исполнение. Но, извините, против Лома нет приема. Особенно против Лома под названием Морг. И когда еще Лом регулярно подхиливают. Ну, под Ломом я подразумеваю, безусловно, Блэйдмастера. Но этот Лом еще чинит отличный Сталевар по имени Шэдоу Хантер. Ну, как-то здесь Хуман отковырялся. Да, ну, мана нету из Хана Лечения. Здесь есть фонтаны. Ну, там, кстати, вот, может быть, сходить на левый фонтан. Там как раз два здания можно уничтожить. Ой-ой-ой-ой, орк! Заломился на фонтан, но дошли до него не все. Моисей повел свой народ не той дорогой. Так, катапульты идут отбивать другую нычку. Акслав тем временем... Ну да, орк просто не успевает за темпом, предложенным Хуманом. Ему нужно было, конечно же, разделять армию. Там Шэдоу Хантер в одном месте, Блэйдмастер в другом месте. Туда-сюда, но... Орк немножечко из другой лиги. Он, как я, он не может в двух-трех местах контролить одновременно. Вот, затупил райдеров, забыл. В общем, Хуман... А вот Хуман тоже немножко не успевает. Правда, вышки 4 поставил. И... Но забыл экспантова завести. Или, может, у него нет ресурсов на эксп. Хотя должны быть. Там по лесу вообще не должны. Нет, по лесу, кстати, проблемы. Третий грейд на добычу леса уже делается. Вот почему нет экспантова, Кслава. Плюс там он довольно много потерял. Войска вступили в бой. Но зато разводят. От души. Вот здесь минус. Все это минус. Все катакульты. На город напали. Ну, в смысле, иммортиры. Снова крик лорда. Снова уменьшенный дэмэдж. Где эмпатия? Ну, масс райдеров наштампала. Лорк. Хорошо. Здесь, конечно, он отобьется. Легко. Можно, кстати, снова развести. Сначала убить вышки. Потом развести. Ой, какой жесткий крик ложится. И сразу это очень сильно штрафует. Проблема в том, что не хватает как раз спиритволкеров для эмпатии здесь очень сильно. Да. Голый Райбер, они же дохлые. Я помню, когда кампанию золотов проходил, я еще удивился, что они вообще не живут. Там шестой Петя, кстати, может очень быстро встать. Еще одного юнита убить и ГГВП. Вот, все, шестой Петя. Мы увидим ультимейт. Ну, там маны, наверное, у него нет. Снова фееричное сражение. Катапульта. У нас сегодня два боя афишных, просто, знаете, которые можно выставлять на финал ВЦГ. Два полуфинала ВЦГ, два полуфинала Голда, наверное, да, скорее. Вышка Хуманская против вышки Орочи, это первый полуфинал. И второй полуфинал Мортира против Катапульты. Делайте ставки, ваши ставки, дамы и господа. С горем пополам, Морг отбился. Катапульты двинули на фонтан в надежде, что их тоже захилят, но это не работает. Сейчас катапульты разочаруются, конечно, в жизни. Пять тысяч. О-о-о-о, не, ну Хуман уже здесь такой задел, себя обеспечил, что мама не горюет. А там можно грифонов наштамповать целую толпу или даже коней каких-нибудь. И убить Орка. Плюс ультимейт. Да, Орк сейчас думает, что у него все не так уж плохо, но тем не менее выросла, ну, тем временем выросла нычка на бывшем Орочием Экспанде. Плюс у Орка осталась одна добывающая база. Мейны закончились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Одна добывающая база, да и та не добывающая. А тут вышек миллион. Ну и все. Да, это действительно называется доминация. Это вот такое случается, когда на шоу-матч вызываешь не того игрока, как у меня было с Майкером и с Санчесом. Просто в разных коннотациях. Но результат был примерно один и тот же. Сошлись два игрока из разных лидов. Ну, у Орка вообще нет шансов. Его еще мортирами разводят. Питлорд ультанул. А вот она ульта Питлорда. Да, я не помню, что этот джентльмен может делать. Но он очень сильный. Ну, вот этот вот аватар. Он умеет, по-моему, замедлять. Обладает какими-то тремя своими собственными спеллами. В общем, такой, знаете, как дух возмездия у Орденки. Телохранитель, короче говоря, появился у Питлорда. Хотя, куда ему? Он и так жирный. Ему и Телохранитель не нужен. Ну и еще одна нычка от Хумана. Боже! Это действительно гегемония. Это доминация. Это подчинение. И унижение. Мортиры с картечью. Грифоны. Орк под скроллов спидом пытается убежать. Но куда там? Грифоны сейчас перетыкают катапульты. Орк сбегает на свой единственный уголок безопасности. Свой оазис в этой пустыне, населенной хуманскими вышками, скорпионами. Какими-то еще непонятными существами. Которые вообще и близко не относятся к человеческому роду. Они вообще не антропоморфные. Но при этом почему-то сражаются за Хумана. Орк не понимает, что делать. Блэйдмастер, конечно, пятый. Но минус 17. Вы видели, какой жесткий штраф. Ой, там какой-то стомп прошел по Блэйдмастеру. Ох, вот это да. Все горит. Шрапнельные залпы. Две ката разваливаются мгновенно. Тут две виверны вышло. Но орк кое-как с горем пополам отбивается. Орк, в принципе, может быть в тактике. Не уступил Хуману и контролил примерно так же. Но проблема в том, что в макро показателях орк и рядом не валялся. Он не успевал за темпом, навязанным Акславом. Не успевал отменять строящиеся экспанды. Не успевал ставить свои. Поэтому я думаю, что орку не стоило ввязываться с Хуманом в эту макро дуэль. В эту макро дискуссию. Ему нужно было сосредоточиться на том, чтобы в какой-то момент, не ставя своих вышек, сделать играть на Тир-3. Купить Блэйду Арбу. Почему-то она не куплена, не знаю. И вот вложить все силы в штурм экспанда на красной точке. К тому моменту у Хумана был только один эксп. И вот там можно было его пробрить. И выиграть партию. Но орк решил посостязаться с Акславом в мультитаске. И, видимо, эта идея была самой неудачной во всей этой игре. Поздравляем Хумана с победой. Прекрасный стиль. Но такое унижение. Еще раз напоминаю. Игрока. Подчеркиваю, резюмирую, что это унижение игрока из лиги ниже. Был бы это какой-нибудь более или менее матерый орк. Он, конечно, показал Акславу, где раки зимуют. Начнем с того, что немножко лучше нужно проводить разведку. Я понимаю, это был внезапный мув. Такой маневр с скриппингом красной точки. И, возможно, эта орка ошеломила. Но, тем не менее, такие вещи нужно, безусловно, контролировать и чекать. Ну, а в целом, демка получилась довольно занимательной. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Баневур и рубрика Best Replace. Напоминаю, что у нас существует паблик ВКонтакте, где множество разных интересных рубрик, новости по нашему проекту. И, в том числе, зал славы наших самых щедрых саппортов, которые прямо сейчас на ваших экранах. Еще раз всем огромное спасибо за материальную поддержку. Благодаря вам рубрика не только существует, но и может выходить в два раза интенсивнее. С вами был Баневур. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok